Субтитры создавал DimaTorzok А непосредственно я спускался в этот провал. Он уходит в глубину 2-3 метра. Это была кирпичная кладка, старинная кирпичная кладка, то есть несовременная. И в глубине я видел ход варочного типа. Городская легенда о подземных тоннелях, по которым можно даже проехать на запряженной телеге, родилась отчасти благодаря историку Ниту Романову, который жил в конце 19-го, первой половине 20-го века. В своей летописи он писал о том, что в Батыркутском находится несколько крупных подземных ходов, по которым куцы переправляли свои товары. Доказательством этому, по мнению ученого, служил ряд обвалов, которые происходили в разное время в разных частях города. Если верить летописцу, то первый такой обвал произошел в 1920 году здесь, на улице Ленина, в прошлом Амурской, возле Базановского воспитательного дома. После того, как земля обвалилась, очевидцы увидели помещение площадью 6 на 6 метров и высотой около двух. Из этой комнаты шел тоннель в сторону Тихвинской площади, ныне сквера Кирова. Рассказы о подобных находках могут поведать многие жители города. Такие обрушения с сюрпризом были якобы и возле педагогического университета и на центральном рынке. Спелеолог Александр Осинцев, например, участвовал в исследовании подземного хода на улице Чкалова. Однако он считает, что подобные тоннели – это всего лишь остатки старинных инженерных сетей и подвалов домов, а не тайное убежище купцов. Ход представляет из себя достаточно хорошо обустроенное сооружение с деревянным мощным перекрытием, шириной где-то около полутора метров. И даже с учетом тех наносов, которые накопились, около метра высотой. Это какая-то древняя ливневая канализация. То есть, когда шли дожди, вода собиралась в этом канале и скатывалась в ангару. Но, с другой стороны, оставались вопросы, потому что ход был достаточно капитально сделан и имел достаточно большие размеры. Ученые подземным историям лишь улыбаются и утверждают, что абсолютно незачем было купцам совершать такой титанический труд. Ведь обустройство тоннелей обошлось бы им в тысячу раз дороже всего их драгоценного товара. Как бы то ни было, вопросы существования подземного города многие активисты воспринимают очень серьезно и продолжают предпринимать попытки найти следы таинственных подземелий. Мария Войцешко, Виктор Тагнитов, городской информационный канал Камертон.